Чтобы ваши покрышки жили подольше, по словам экспертов на срок службы, даже современные резины повлияют очень много факторов, в том числе влажность, температура и то, как лежат колеса. Сменил покрышки, что делать дальше? Для начала отмойте летние покрышки от грязи и пыли, а затем в идеале обработайте их специальными очистителями кондиционерами. Последние уберегут колеса при перепаде температур или влажности, а вот смазывать колеса растворителями, маслами, бензином и прочими жидкостями нельзя. Положите очищенные колеса в пластиковые или тканевые пакеты, с ними сейчас нет проблем, продаются на любом шиномонтаже. Где хранить? Лучше всего в сухом помещении, чтобы не было прямых солнечных лучей. Идеально иметь еще и постоянную плюсовую температуру. Однако не все жены обрадуются, что муж будет складировать дома комплект покрышек. Гараж или сарай эксперты не рекомендуют. Зимой может быть сильный перепад температур, но часто другого варианта просто нет. Но не бросайте покрышки на землю или песок. Сделайте хотя бы деревянный настил. Как хранить? Зависит от того, есть диски или нет. Если покрышки на дисках, то хранить нужно так. В подвешенном состоянии класть друг на друга, давление в колесах снизить. При этом ставить вертикально покрышки дисками не рекомендуется. Просто поставить покрышки и все? Нет, идеально раз в 1-2 месяца их немного проворачивать. Какие еще правила? Когда ставите покрышки, то не упирайте их в острые углы. Не придавливайте ничем сверху и держите рядом с батареями. Летние шины надо хранить при температуре не выше плюс 35 градусов. У меня нет гаража, и дачи нет, и квартира маленькая. Что делать? Сейчас многие шинные мастерские предлагают услугу по хранению шин. Хранение комплекта в течение сезона 6-7 месяцев стоит в среднем от 1300 до 3000 рублей, в зависимости от размера покрышек. Если покрышки без дисков, то все наоборот. В этом случае их можно ставить вертикально. А вот подвешивать или класть друг на друга не рекомендуется. Покрышки могут реформироваться. Редактор субтитров А.Семкин